Привет всем! Сегодня снимаю видео про содержимое моей сумки. Не было у меня еще такого видео, решила снять. Весна пришла, новая сумка, новые наряды, почему бы нет? Такое прекрасное настроение, потепление уже наконец-то. Поэтому давайте ознакомимся с содержимым моей сумки. Итак, сумка моя выглядит вот таким вот образом. Я ее вам показывала в своих покупках за лето. Привезла я ее из Турции, это Гермес. Не знаю я, настоящее это или нет. Утверждать точно не буду, так как на 100% я в этом не уверена. Но думаю, что это кожа все-таки. А вот оригинал или нет, сказать точно я не могу. Вот так вот она выглядит. Очень мне нравится ее качество, очень нравится ее цвет. Под нее подобрала множество обуви, нарядов также. Ношу ее с удовольствием, носила ее осенью. Я сейчас вот опять взяла весной. В принципе, я стараюсь часто менять сумки, смотря в каком наряде я иду, смотря с какой обувью. Но сейчас вот уже где-то несколько недель хожу с этой сумкой. Здесь вот такой вот замочек, также написано Гермес. Вот так она выглядит. Вот такие вот ручечки здесь. В общем, качество мне ее понравилось. Я не знаю, оригинал это или нет, но качество мне определенно нравится. Как она выглядит, дизайн, оформление. В общем, очень нравится. Мне я очень давно мечтала о такой вот сумке. И наконец-то смогла ее себе приобрести. И сейчас активно с ней хожу. Итак, давайте все-таки посмотрим, что же здесь внутри у меня. Конечно же, я студент. И я с собой ношу множество тетрадей, пенал, также очень много всяких принадлежностей канцелярских. Поэтому это все я выложила, потому что это все никому не интересно смотреть на мои тетради, ручки. Поэтому все я это выложила. Потому что моя сумка, она обычно просто неподъемная, очень тяжелая. И носить ее очень тяжело. Особенно, когда нету здесь ручек, чтобы одеть на плечо. В руке, конечно, носить тяжеловато, скажем так. Но это все я выложила. И что же здесь у меня осталось? Конечно же, здесь у меня находится кошелек, который я также привезла из Турции. Луи Виттон. Я уверена, что это не оригинал. Цена у него нормальная, в принципе, ну, средняя. Но, конечно же, это не тот Луи Виттон, не настоящий, даже не думайте. Просто подделка, естественно. Вот так вот он выглядит. Мне, принципе, этот кошелек очень даже понравился. И качеством своим понравился. Очень даже, очень удобный здесь. Здесь очень много отделений. И вот здесь вот открываются. Отделения здесь повсюду. Можно засовывать бумажки, визитки, карточки, деньги куда угодно. Здесь отделение, здесь отделение. То есть, такой многофункциональный кошелек. Очень удобный. В общем, ношу его с собой с удовольствием. Дальше здесь еще находится у меня моя электронная книга. Также ношу ее с собой. Потому что очень часто бывают такие случаи, когда есть свободное время. И обязательно что-нибудь читаю. Потому что дома я обычно всегда читаю бумажные книги. Ну, а бумажную как бы с собой не ношу. Здесь, в принципе, я все. И по учебе документы, которые всем нужны. И книжки здесь в том числе. Также и книжки, и литература, которые я читаю. Поэтому это как бы незаменимая вещь. Это у меня вот такая вот электронная книжка. Pocketbook Pro 603. Вот такая вот книженция электронная. Дальше здесь еще у меня находится... Находится... Здесь у меня в чехле находится MP3 Player. Ну, это, как сказать, MP3 Player. Здесь наушники и вот такой вот телефон. Nokia Slider. Я его использую как MP3 Player. Я с него не звоню, так как он сломался. И с него звонить невозможно. Потому что, когда ты звонишь, ты ничего не слышишь. Ни собеседника, ни себя не слышно. Поэтому мне нравится то, что здесь... Я ставлю сюда карту памяти. Здесь хорошие наушники. Поэтому, соответственно, я его ношу с собой. Просто слушаю на нем музыку. Не на своем телефоне, который мне пользуются каждый день. А именно на этом. Почему там и так именно удобней. Также здесь находится, конечно же, мой телефон. Куда же без него? Всегда со мной. И что здесь еще? Конечно же, здесь очень большую часть сумки, такой очень даже тяжелая самая, занимает моя косметичка. Я не знаю, я не могу выйти, чтобы у меня в сумке не было косметички. Так как здесь самое главное, которое всегда должно быть со мной. Все абсолютно мелкие нужные вещи, они находятся вот здесь вот. Вот такая вот у меня косметичка с таким вот милым бантиком, розовенькая, с точечками, полосочками, с черненьким. В общем, очень такая милая девчачья косметичка. Сейчас мы с вами, кстати, ознакомимся, что же находится в ней. И здесь у меня еще в сумке осталось... А, это ключик от сумки. А вот эта вот замочка... Вообще, эта как бы штучка, она должна ввести вот здесь вот на ручке. То есть, вот так вот. Мне как-то так неудобно, мне кажется, оно потеряется, и как-то оно, ну, вот, свисает и болтается. В общем, я решила ее снять. К чему эти ключики, этот замок открывать не нужно? Ну, такая вот фишка у Гермеса. Они всегда вот такие вот делают замочки и ключики. Очень так креативненько. И, конечно же, здесь находятся ключи мои. Две пары ключей от разных домов, квартир и т.д. И дальше здесь еще у меня находится моя флешечка, которая тоже всегда со мной, потому что в любой момент мне очень даже может понадобиться, особенно на учебе. Это всегда незаменимая вещь. И сейчас давайте я вам покажу, что находится в моей косметичке. Итак, здесь у меня находятся, находятся, находятся влажные салфетки. Конечно же, куда без них влажные салфеточки должны быть всегда. Были у меня сухие еще с собой, но они вот закончились на днях. Нужно будет купить снова. Дальше здесь находится вот такая вот штучечка стоп-инфекции. Обязательно ее используют, потому что за целый день, естественно, апарты, апстулья, все, руки очень грязные, поэтому нужно всегда вот пользоваться этой штучкой. Особенно, когда мы идем в столовую после пар, нужно перед этим продезинфицировать руки. Обязательно после пар. Дальше здесь находится у меня вот такое вот зеркало. Это зеркало двухстороннее. Здесь увеличивающее, здесь обычное. Это зеркало из Арифлейма из Джодани Голд. Вот такое вот. Вот когда-то я его давно себе заказывала по распродажам где-то там в Арифлейме. Дальше еще здесь что у меня находится? Здесь находится косметический средств, находятся для губ вот такие вот три продукта. Это у нас, кажется, цена. Да, и с Эйвоном вот такой вот шоколадный, белый шоколад, бальзамчик для губ. Здесь этикетка уже отдерлась, поэтому не видно уже, что это. Но вот такой вот белый бальзамчик для губ, конечно же, должен всегда быть со мной. Дальше здесь находятся вот такие вот два блеска. Один от LCF. Такой вот обычный белый прозрачный блеск. Второй у меня поярче. Это из Арифлейма, Forever Never из серии Very Me. Уже тоже заканчивается. Скоро буду уже обновлять свои блески в косметичке, брать уже новые, а эти старые уже выкидывать. И, кстати, покажу вам и поближе еще в пустых баночках, потому что скоро вот уже все. Они заканчиваются все. Наконец-то, кстати, у нас стоит декоративная косметика. Она, конечно, заканчивается очень медленно. Не знаю, я люблю, чтобы все как-то побыстрее заканчивать и пользоваться уже новым, потому что надоедает старое. Дальше еще здесь у меня находится вот такая вот пудра от Very Me из Арифлейма. У меня в светлом оттенке. Кажется, парцелян или что-то такой парцеляновый оттенок. Потому что первый там вот это вот светлый, а второй там загорелая красотка. Я еще так запомнила. Но, естественно, у меня светлый оттенок, потому что у меня кожа светлая. Никак уж не темная. Такой вот здесь спонжик обычный. Поход, кстати, спонжик. Я уже даже выстирала. Была какие-то другие спонжики, но они не влазили у меня сюда. Она здесь тоже уже практически заканчивается. Уже даже видно дно. Вот такая вот светленькая. Матерет она хорошо. Мне нравится. Здесь напишут No Time for Shine Powder. Вот такая вот пудра здесь еще находится. Также здесь... Ага, здесь еще находится мой студенческий. Вот такой вот студенческий. Да, здесь я сейчас там волосами, кстати, такая. Старая фотка. Такой вот студенческий. И здесь находится еще мой пропуск в столовую. Обязательно нужно брать с собой, потому что без него у меня не пропустят в столовую. Да, это, конечно, ужасно. Бывало, забывало. Было очень обидно, когда не пропускали. Я оставалась без еды. А после порта хотелось кушать. Это обидно, конечно. Охранники жестокие люди. Также здесь находятся капли для носа. Без них никак. Нож часто очень не дышит. Аллергия и все такое может быть. Потом также здесь находится вот такая вот шиколка для полости рта. Освежающая с клубникой. Уже тоже заканчиваем. Нужно будет скоро новый покупать. А еще у меня еще здесь... А, это... Это целиком для брекетов, конечно же. Но я не пользуюсь. Не валяется он здесь, потому что он очень быстро с властью. Стоит только покушать. И он вместе с едой. Глотнешь его. И как бы смысла от него нет. Поэтому положила на всякий случай. Если прямо уж так сильно буду царапать. Даже здесь... Такие уже мелочи пошли. Стоит их показывать. Или нет. Это вот такой вот плетеный браслет. Который там у нас в группе один иностранец привез мне. С Туркменистана. У них там делают их презентик. Вручил. Скажем так. Даже здесь находятся вот такие вот таблеточки. Потому что у меня есть какие-то обезболивающие. Должны быть с тасовой, конечно же. Всякие непредвиденные ситуации могут быть. Дальше здесь находится еще вот такая вот щеточка для брекетов. Тоже это как бы очень важная вещь. Должна быть с собой. Если что, всегда что-то почистить, подделать. Нет. Даже здесь находятся невидимки. Кстати, я думаю, где они все? Они все у меня уже в косметичке. Вот невидимочки находятся. Вожу потом. Возьму. И что здесь еще? А, еще одна невидимка. Резинка. Тоже как бы должно быть всегда со мной. Да. Здесь пусто. Еще находится вот такой какой-то пробник туалетной воды. А это кажется из Эйвена. Love to the Fallest. Не знаю, что это за вода. Да. Или когда-то мне ее. Ношу с собой. Хочу. У меня еще были с собой тоже духи от Evidence. Маленькие такие вот из Ивраше. Но подружка у меня и выключила. Я дала их ей. Думаю, ладно, все равно мне запах не так прям сильно нравится, чтобы пользоваться. И сейчас хочу с собой в косметичку взять какую-то еще маленькую версию от Ивраше. Потому что этими я не пользуюсь. Но в течение дня нужно там себя чуть-чуть попшикать что ли, чтобы пахнуть. Потому что, конечно же, никакие духи целый день держаться не будут. Если вы там утром их побрызгали, то на целый день, конечно же, не хватит. Итак, это было все содержимое моей сумки. Конечно же, оно меняется в зависимости от сезона. Сумки также меняются, как я уже вам сказала. В общем, да, это было все. Не считая там всяких тетрадей, книжек и тому подобное. Я надеюсь, что вам видео это понравилось. Кому-то это было интересно, кому-то, может быть, даже полезно. В общем, не знаю. Думаю, что вам понравилось. И да, скоро увидимся. Всем пока.